Часть первая. Непротиворечие. Глава первая. Тема. Кто такой Джон Голд? Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто без выражения. Однако далекий отцвет еще желтевшего заката отражался в его глазах, и глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы и с насмешкой, и вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству. Почему ты спрашиваешь? Эдди Уиллерс встревожился. Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме. А почему тебя это волнует? Спросил он. Нисколько не волнует, отрезал Эдди Уиллерс. Он поспешно запустил руку в карман, тип остановил его и попросил одолжить десять центов. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что выслушивать объяснение было незачем. Держи, выпьешь кофе, сказал Эдди. Благодарю вас, сэр, ответил ему равнодушный голос. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. А всегда ли с ним так было? Сейчас ему тридцать два. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда. Однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. Он шел, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил себя поторопиться. В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря. Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал «Второе сентября». Эдди Уиллерс отвернулся. Календарь раздражал его, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге. В них угадывалось нечто общее. Эдди перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груду яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась на открытом окне. За угол аккуратно заворачивал автобус. Дойдя до Пятой авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Видеть процветающую улицу всегда приятно. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности. Не зная почему, он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Тагертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Тагертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Тагертов. Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было 10 лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Он внимал ей с восхищением и удивлением, и когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления. «Надо бы совершить что-нибудь великое нам вдвоем». И тут же добавил. «В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, в нас лучшее?» Она не ответила, потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи. Эдди Уиллерс произнес эти слова 22 года назад. И с тех пор они оставались для него аксиомой. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию Тагер Трансконтинентал. Оно было самым высоким и величественным на всей улице. В длинных рядах окон ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Контуры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Всякий раз, входя в него, он чувствовал облегчение и к нему возвращалось ощущение безопасности. Время от времени по стенам здания пробегала слабая дрожь, поднимавшаяся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный путь, из поколения в поколение. От океана до океана. Так звучал гордый лозунг Тагер Трансконтинентал. «От океана до океана и во веки веков», подумал Эдди Уиллерс, шагая по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Тагерта, президента Тагерт Трансконтинентал. Джеймс Тагерт казался человеком, которому уже почти исполнилось 50. У него были небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, облепленный жидкими волосами, бледное лицо с мягкими чертами и блеклые мутноватые глаза. Он выглядел уставшим и нездоровым. Ему было 39 лет. Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери. «Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня!» Эдди Уиллерс направился прямо к столу. «Это важно, Джим!» Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. «Интересно, сколько президентов компании Тагерт сидело под ней?» «Железные дороги Тагерт Трансконтинентал, сеть красных линий от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов. Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки. Одна из красных дорожек Тагерт Трансконтинентал, линия Рио-Норте, проложила себе путь от Шайена в Вайоминге до Эль-Паса в Техасе. Недавно добавилась новая ветка, и красная полоса устремилась на юг за Эль-Паса, но Эдди Уиллерс поспешно отвернулся, когда глаза его коснулись этой точки. Посмотрев на Джеймса Тагерта, он сказал... «Неприятности на линии Рио-Норте. Новое крушение. Линия обречена. Нет смысла пускать по ней поезда. Люди отказываются ездить в них». «На мой взгляд, во всей стране не найдется ни одной железной дороги, несколько веток которой не работали бы в убыток. Мы здесь не единственные. В таком состоянии находится государство. Временно, как я полагаю. Как только мы проложим новую колею...» «Джим, новой колеи не будет. Я только что вернулся из конторы Ассоша и Татстил. Я разговаривал с Орном Бойлем». «Зачем ты его побеспокоил? По-моему, первая партия рельсов должна поступить только в следующем месяце». «Она должна была прийти три месяца назад». «Непредвиденные обстоятельства. Абсолютно независящие от Орона». «А первый срок поставки был назначен еще на полгода раньше. Джим, мы ждем эти рельсы от Ассоша и Татстил уже 13 месяцев». Негромким голосом, насмешливо и осторожно Таггерт осведомился. «И что же сказала моя сестрица?» «Она вернется только завтра». «Ну и что, по-твоему, мне надо делать?» «Решать тебе». «Но что бы ты ни сказал далее, ты не упомянешь о Риарденстил». «Хорошо, Джим. Я не странно упоминать об этой компании». «Орен Бойль — мой друг. Он поставит нам эти рельсы при первой возможности. И пока он не может этого сделать, никто не вправе обвинять нас». «Джим, разве ты не понимаешь, что линия Риа Норте разрушается вне зависимости от того, обвиняют нас в этом или нет?» «Нас непременно начнут обвинять, даже без Феникс Дуранга. Никто еще не жаловался на линию Риа Норте, пока они не начали мутить воду». Он заметил, как напряглось лицо Эдди. «Джим, Феникс Дуранга работает просто прекрасно. Теперь им принадлежат почти все грузовые перевозки Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. Джим, мы не можем терять Колорадо. Это наша последняя надежда. Если мы не соберемся, то уступим Феникс Дуранга всех крупных грузоотправителей штата. Мы и так потеряли нефтяные месторождения Уайетта». «Не понимаю, почему все вокруг только и говорят, что о нефтяных месторождениях Уайетта». «Потому что Элис Уайетт — чудо». «Черт у Элиса Уайетта». Эдди представилось месторождение, которое занимало скалистый пятачок в горах Колорадо и уже давно считалось выработанным и заброшенным. Отец Элиса Уайетта выжимал из задыхавшихся скважин скромный доход до конца своих дней. А теперь, словно бы кто-то впрыснул адреналин в самое сердце горы, и оно забилось по-новому, гоняя черную кровь. «Нефть Уайетт-Ойл дала пустынным склонам новую жизнь, новые города, новые электростанции, новые фабрики, новый промышленный штат, там, где раньше паслось несколько коров, а в огородах росла свекла. Это сделал один человек. Причем всего за восемь лет», размышлял Эдди Уиллерс. Ему хотелось познакомиться с Элисом Уайеттом. Говорили, будто он обнаружил какой-то способ возрождать истощенные нефтяные месторождения, чем и занимался по сию пору. А еще рассказывали, что 33-летний Элис обладает буйным нравом. «Элис Уайетт жадный ублюдок, не интересующийся ничем, кроме денег», процедил Джеймс Таггерт. «Мы много лет весьма исправно обслуживали нефтяные месторождения Уайета. При самом старике Уайете мы отправляли состав цистерн раз в неделю». «Сейчас не тем времена, Джим. Феникс Дуранга отправляет оттуда два состава цистерн ежедневно и ходят они по расписанию». «Чего же он ожидает? Чтобы мы отказались от всех прочих отправителей, принесли в жертву интересы всей страны и предоставили ему все наши поезда?» «Он ничего не ждет. Просто работает с Феникс Дуранга». «По-моему, он беспринципный, неразборчивый в средствах негодяй. Я вижу в нем безответственного выскочку». «Да знаю, я знаю, он делает деньги. Но только мне кажется, что не этим надлежит измерять пользу человека для общества. А что касается его нефти, он приполз бы к нам на коленях, если бы не Феникс Дуранга. Мы всегда категорически выступали против подобной хищнической конкуренции. Но в данном случае мы бессильны и никто не вправе нас упрекать». «Джим, разваливается». «Я ценю нашу детскую дружбу, Эдди, но не забывай, что президент Таггерт Транс-Континентал пока еще я». Эдди Уиллерс привычно, даже как-то равнодушно посмотрел на него и спросил. «Так значит, ты не собираешься делать что-либо для спасения Рианорты». «Я этого не говорил. Как только заработают рудники Сан-Себастьян и начнет окупаться наша мексиканская ветка». «Давай не будем об этом, Джим. Твоя сестра сказала, что... «Черту мою сестру!» Эдди Уиллерс стоял и смотрел прямо перед собой, не замечая более Джеймса Таггерта. Спустя мгновение он поклонился и вышел. В приемной Поп Харпер старший клерк еще сидел за столом, вертя рычажки полуразобранной пишущей машинки. Он был главным клерком еще у отца Джеймса Таггерта. Поп Харпер поднял глаза от машинки и посмотрел на Эдди Уиллерса, вышедшего из кабинета президента. Мудрый и спокойный взгляд будто намекал, что ему известно, визит Эдди в эту часть здания означал неприятности на одной из веток, равно как и то, что визит оказался бесплодным. Но Попу Харперу все это было совершенно безразлично. То же самое циничное безразличие Эдди Уиллерс видел и в глазах бродяги на уличном перекрестке. Что вы делаете? Спросил Эдди, указывая на детали пишущей машинки. Проклятая штуковина снова сломалась. Послать в ремонт бесполезно. В прошлый раз провозили за три месяца. Вот я и решил починить ее сам. Бесполезно, Эдди, повторил Поп Харпер. Что бесполезно? Все. Абсолютно все. А о чем ты, Поп? Я не собираюсь подавать заявку на приобретение новой пишущей машинки. Новые штампуют из жести. И когда сдохнут старые, придет конец машинописным текстом. Сегодня в подземке была авария. Тормоза не сработали. Утром я не смог купить капель от кашля. Аптека у нас на углу разорилась на прошлой неделе. И железнодорожная компания Техас Вестерн разорилась в прошлом месяце. Вчера закрыли на ремонт мост Квинсбора. О чем это я? И вообще, кто такой Джон Голд? ПОДОЛЛОСИ ВОЕННАЯ ПОДОЛЛОСИ ПОДОЛОСИ Крий ПОДОЛОСИ Продолжение следует...